Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, и я вышел на пенсию в 35 лет. У меня сегодня ролик называется «Как погасить ипотеку за два года. Простые советы от инвестора». Досмотрите это видео до конца, и я расскажу вам то, чего вы не услышите ни в одном ролике про ипотеку. Поделюсь аж четырьмя стратегиями, как погасить надоевшую вам ипотеку быстро или очень быстро. У меня будет минимум цифр, только понятные мысли, и вы точно не уснете к середине ролика. В сети есть куча видео на схожую тему. Все они построены на одном сценарии. Берем калькулятор, чертим таблички, путаемся, начинаем зевать, ничего из предложенного не внедряем и уходим дальше тянуть кредитную лямку. Я построю свой рассказ немного по-другому и начну с вопроса «Зачем?». Этот вопрос помогает решить половину наших проблем в жизни. От вопроса «Зачем?» людей плющат, корежат в буквальном смысле. Чтобы выплатить ипотеку за два года, надо начинать не с ипотечных калькуляторов, а со сменой прошивки у себя в голове. Начать задавать себе вопросы и думать, очень много думать. Зачем я взял ипотеку? «Ипотека – единственный способ решить жилищный вопрос или нет?» «Точно единственный?» «А если подумать?» и так далее. То есть вопросы должны быть такими. Я нашел единственное объяснение, зачем люди вообще берут ипотеку. Это объяснение «Биология». У ипотечников есть серия аргументов, с которой трудно спорить, а точнее почти невозможно спорить. Аргументы следующие. «Хочу свой угол, зато свое». «Плохенькая квартирка, зато своя». «Почему невозможно спорить?» Потому что мы спорим с нашей природой. Внутри нас зашиты инстинкты. Мы хотим есть, размножаться и выживать. Кто-то называет это мозгом ящера, кто-то обезьянним поведением. По-разному. Что такое инстинкт? Это биологическая программа, которая передается из поколения в поколение. Программа необходима нам для выживания. Возраст программы – десятки и сотни тысяч лет. Но проблема в том, что программа часто не помогает нам в современном мире. При этом побороть инстинкт логикой и цифрами нельзя. По крайней мере, не сразу. Я даже не буду пытаться. Я просто научу вас минимизировать вред, который наносит нашему кошельку нашу же внутреннюю обезьяну. С чего начнем? Я бы начал с размышлений. Вот вы увидели обложку в ютубе, кликнули на нее, и она изначально вам показалась бредовой. Что это такое? Гасить ипотеку за два года. Как такое вообще возможно? Мы все катаемся по рельсам и даже не представляем себе, что можно свернуть с пути. Что можно вообще не ездить по ним или не садиться в вагон. У меня канал по инвестициям, и я призываю всех ипотечников думать не об инвестировании, а об ипотеке. Причем думать о ней ежедневно. Только не в негативном ключе, что все плохо, я в тупике или я в западне, а немножко по-другому. Просто начните прямо сейчас большой проект и назовите его, погасите ипотеку там за два года, за три года, за пять лет, неважно. Мы с вами сделали первый робкий шаг по смене прошивки, идем дальше. Посмотрите на картинку, я ее выведу сейчас на ваших экранах. Сохраните ее, добавьте себе в проект, вот в свой план и не теряйте. Для тех, кто слушает меня ушами без видеоряда, расскажу. На картинке мужчина стоит, делает селфи на фоне новостройки и обнимает рядом стоящего банкира в пиджаке. И произносит фразу «Ура, я взял ипотеку на 20 лет. Одна квартира мне, а другая дяде банкиру». И просто вот наложите вот эту вот картинку на ваши биологические аргументы. Зато вот свое, да. Не только свое, но и его, вот этого вот дяди в пиджаке. У коллеги Замирнова на канале регулярно звучит мысль, что первые годы мы платим дяде банкиру более 80% от суммы платежей. Вот задумайтесь об этом. И к концу ипотеки мы переплачиваем, по сути, еще одну квартиру. Тоже задумайтесь. Идем дальше. Следующий аргумент ипотечников – это страхи. А вдруг меня выселят на улицу или вдруг придется переезжать? Все знают, что переезд хуже пожара. Кто все, коллеги? Мы внутри себя крутим так называемый интроект. Интроект – это термин из психотерапии. Он означает следующее. Это навязанное извне убеждение. Как правило, навязывают его взрослые, родители, учителя или окружение. Мы получаем информацию, проглатываем ее, не перевариваем и не пытаемся переосмыслить. Вот свежий пример. Вот 21 февраля 23 года я переехал в другое жилье. Снял суперквартиру. Опять рядом с лесом. Площади почти в два раза больше прежней. И почти по той же цене. Возможно, потому что количество арендаторов такого жилья сильно поубавилось на фоне событий 22 года. Не знаю. Так вот, за 40 тысяч рублей специально обученные ребята перевезли меня под ключ в другую квартиру. Во времени на это ушло 5-6 часов. Мне все собрали, аккуратно упаковали и перевезли. Подписали каждую коробку. Упаковали цветы жены. Обернули пупыркой моей гитары. У меня их три штуки аж. И даже предлагали котов перенести, но мы отказались. При желании можно было доплатить еще 10 тысяч, и нам бы все распаковали и положили в нужные места в новой квартире. Через 6 часов я уже сидел за компьютером и готовился к этому ролику. И это точно не похоже на пожар. Придумаем еще один пример, схожий интроект на ту же тему. Вот реплика, допустим, супруг говорит своему мужу. Дорогой, я больше не хочу переезжать, это стресс. Давай купим свое гнездышко. Окей. Отвечает наш вот дорогой супруг. А про себя думает. Ага. Значит, я вот сейчас заплачу 20 или там 25 миллионов рублей за жилье комфорт-класса. А квартира у нас сегодня столько в Москве стоит. И навсегда забуду о ранней пенсии, о жизни с капиталом и о сложном проценте. Зато мы никогда не будем переезжать. Кстати, супруга нашего дорогого ненаглядного сильно заблуждается по поводу переездов. Этот аргумент не выдерживает никакой критики, потому что переезды будут почти у каждого слушателя данного ролика. И у меня, и у потечника, и у купившего квартиру за свои кровные. Почему? Потому что переезды бывают по разным причинам. Например, развод. Или разъезд мамой. Или пополнение в семье и многое другое. Продолжаем соскребать налившие в нашу голову глупости. Перед вами еще одна картинка-комикс. На картинке сидит парень. Ипотечник, разумеется. Вокруг него ничего нет. То есть, только матрас валяется. Он смотрит у себя в ноутбуке объявление в ЦИАНе и кричит «Ура! Моя квартира увеличилась в цене». И что толку, спрашиваю я? Чему ты радуешься? Виртуальному росту цены? Как его намазать на хлеб? Как это поможет тебе в выплате кредита? Ты собрался прямо сейчас продавать свое жилье? Если да, то, что ты будешь дальше делать с деньгами. Я встречаю очень много разновидностей у ракующих покупателей жилья. Например, вот таких. «Ура! Мне дали ипотеку». Опять тот же вопрос. Чему вы радуетесь? Следующая мысль. Поговорим о статистике. В среднем ипотечный кредит выплачивается за 7-8 лет, говорят нам банкиры, блогеры и другие участники рынка недвижимости. Как мыслят рядовой ипотечник? Он говорит «Отлично! Значит, я тоже погашу свой кредит за 7 лет». Но статистика врет. Ничего вы не погасите за 7 лет. Средние цифры мы получаем в первую очередь из-за того, что люди просто меняются свое жилье. Как раз вот в те самые раз в 7 лет. Вы почти наверняка продадите свою квартиру через 7 лет. Просто потому, что перестанет хватать места. Потому, что надоест мама. Потому, что разведетесь с женой. И так далее, и так далее. Как это отразится в статистике? Еще один человек якобы погасил ипотеку. На самом деле, он, скорее всего, просто берет еще один кредит. А следующая мысль. Если вбить сейчас в поиски Google или Яндекса фразы типа «Как быстро закрыть ипотеку? Как выплатить ипотеку быстрее? Как выплатить ипотеку досрочно? Как закрыть ипотеку досрочно? Как погасить ипотеку досрочно?», то мы будем натыкаться плюс-минус на одни и те же статьи и ролики. И там будут одни и те же советы, одни и те же дилеммы. Например, вот такие «Что лучше? Стратегия погашения снежный ком или лавина? Выбирайте лавину, она лучше». Или «Что лучше? Погашение в счет уменьшения суммы платежа или погашение в счет уменьшения срока кредита». Это, коллеги, с одной стороны, правильные вопросы, но они сильно не приблизят вас к цели – погасить ипотеку досрочно. Все это напоминает мне рынок инвестирования. Там тоже новички задают одни и те же вопросы «Что лучше, Лукойл или Газпром? Что лучше, акции или ИТФ? Что лучше, акции или недвижимость?». Вопросы, как вы понимаете, бесполезные. Что у них общего? Люди фокусируются не на том, что нужно, на мелочах, на работе с малыми весами. Так делать не надо. Пришло время живых примеров. Вот у меня в окружении есть семейная пара – муж-айтишник, супруга-менеджер. Они умудрились погасить ипотеку за 5 лет. Вот их стартовые условия. Это был 2013 год. Они 5 миллионов внесли в качестве первоначального взноса, 5 миллионов взяли в кредит. Ставка была 12 процентов, срок – 20 лет. Страховка начиналась с 30 тысяч, закончили 20 тысячами. У них были аннуитетные платежи, и начинали они с платежа 58 тысяч рублей и плавно опускались вниз. В договоре были доп. условия мелким почерком, что тело кредита гасить можно, а вот возможности уменьшать срок кредита нет. Это, с одной стороны, плохо, но не критично. Как они действовали? К платежу 58 тысяч рублей в месяц они добавили лишние 100 тысяч рублей в месяц. И каждый месяц их платеж уменьшался на тысячу рублей. То есть 58 тысяч рублей, потом 57, 56 и так далее. Естественно, скептики скажут – откуда деньги? Очень просто. Оба работали в корпорациях. Ипотека стала мотиватором к росту активных источников дохода. Муж стал трудиться на двух проектах, а жена тоже стала расти по карьерной лестнице и, как следствие, в доходах. Что еще они делали? Они рефинансировали кредит, опустили ставку до 9,75. Первые годы они вели аскетичный образ жизни. Например, отложили дорогущий ремонт и ограничивались только косметикой. Они накопили 300 тысяч рублей подушки безопасности на отдельном вкладе на случай каких-то нежданщиков, чтобы вообще исключить просрочку. И они получали все это время небольшую социалку от государства. Небольшое, но важное для них подспорь. Внимание, вопрос. Что в этой истории самое примечательное? Выборы способов погашения? Нет. Процентная ставка? Тоже нет. Дело в том, что наша пара фокусировалась на самом главном – на росте разницы между доходами и расходами. Я это называю нормой сбережений. Пересмотрите ролик у меня на канале, будет в описании ссылка и в подсказках. И всю разницу, вот эту вот разницу, они бросали на гашение тела кредита. Вот и все. Что еще я вижу в этом кейсе? Что вдвоем тащить ипотечное бремя намного проще. Если один партнер, например, теряет работу, то второй просто подставляет плечо. Тут я сделаю отсылку к еще одному своему ролику. Помните, я вам рассказывал о сверхзанятых? Это люди, которые умудряются за короткий срок поднять свои доходы в 2-3 раза, сразу и быстро. Озвучу их тактику для тех, кто пропустил видео на моем канале. У нас есть старые и проверенные способы увеличения дохода. Первый – это лезть по карьерной лестнице, второй – это построить свой бизнес. Но есть и другой путь, третий путь. А что если устроиться на несколько работ? Что для этого нужно? Нужно работать за фиксированную зарплату на двух местах, нужно работать удаленно, нужно работать за объем и не говорить обоим работодателям про вашу кадровую полигамию. Кому это подойдет? Почти всем айтишникам, почти всем маркетологам, почти всем дизайнерам, почти всем копирайтерам и т.д. Надоело платить ипотеку? Сидишь перед монитором? Бери левак, халтуру, называй как хочешь и гаси кредит в разы быстрее. Разумеется, фокус на активных источниках дохода не единственная тактика. Можно, например, погасить ипотеку через меновую цену. О чем тут речь? На рынке недвижимости есть постоянная диспропорция между разными объектами, районами проживания и т.д. Пример. Вот вы, ипотечник, купили в свое время квартиру в Солариево. Район я тут привел от балды, условно. У вас двушка, 52 квадратных метра. И у вас висит кредитный хвост, долг в 3 миллиона рублей. Сейчас эта квартира стоит уже, к примеру, 13,5 миллионов рублей. Вы скидываете свою квартиру за, к примеру, 13,2 миллиона рублей. Торгуетесь немножко и скидываете. И покупаете квартиру попроще. Например, в Чертаново, уже внутри МКАД. Да, в панельном доме, но уже за 10,5 миллионов рублей. И одной сделкой вы сокращаете долг, либо вообще обнуляете его. Вы спросите, а как угадать в будущем перегретый район? Как купить вот район, который разогреют потом, как тот же Солариево? Во-первых, угадывать не надо. Это не угадайка, это компромисс всегда. Потому что квартира попроще. У вас так или иначе найдется. Либо второй вариант. Вот профессионалы, например, используют паспорта районов. Смотрят, какие районы растут в цене, какие падают. И на этой разнице вот играют. Здесь я рекомендую, опять же, обратиться к профессионалам рынка. Идите к тому же Смирнову. Они на этом собаку съели на таких сделках. У меня, например, в подсказке будет ролик Екатерины Бунтовичу. Она там делится секретами досрочного погашения ипотеки. Посмотрите. Ссылка будет в описании. Давайте еще немного разобьем тему с меной. Есть у нас такая поговорка, что скупой платит дважды. Ипотечников это тоже касается. Потому что скупой ипотечник – это бедный ипотечник. Почему я так думаю? Потому что слушаю умных людей и наблюдаю за тем, как люди наступают на грабли. Есть устойчивое мнение, что за МКАДом жилье дешевле. Это так и одновременно не так. Представьте себе еще одну семейную пару с детьми. Они экономят, берут квартиру подешевле. Допустим, за семь с половиной миллионов рублей или за 7,3 миллиона рублей. И радости у семьи нет предела до тех пор, пока они не сталкиваются с реальностью. Покажу ради примера вот такую локацию. ЖК «Пригород-Лесное». Картинка на ваших экранах. Пример условный. Никого не хочу задеть, на всякий случай. Оговариваюсь. Итак, посмотрите на карту, что вы тут видите. Может ли в этой локации жить семья без машины? Нет. Сколько нужно машин двум супругам? Две. А сколько сейчас стоит машина? Миллион, полтора, два. Сколько обходится обслуживание машины? Бензин, страховка, ТО, хранение шин и так далее. И тут проблема только начинается. У нашей пары ведь еще двое детей. Один дошкольник, а второй же ходит в школу. Они идут устраивать деток в садик и школу. Места в садике, естественно, нет. Но есть частный садик. Готовьте, пожалуйста, 25 тысяч рублей или даже больше. Места в школе тоже нет. Либо возите ребенка по 40 минут в день, тратите на это время туда и обратно. Либо опять платите 25-30 тысяч и более. Теперь сравните с покупкой квартиры внутри МКАД. Та же самая квартира в Царицыно будет стоить 9,5 миллионов рублей. Вроде сильно дороже, но машину уже покупать не надо, потому что есть метро. В садик и школу устроиться проще. Ну и вообще все проще. Жизнь проще становится. Здесь основная мысль следующая, что никто не считает дополнительные расходы. Если вы думаете, что я с головы вот эти вот истории беру, то нет. У меня вот пары похожих историй есть вот непосредственно в окружении. Например, одна пара застряла в ЖК «Императорские мытищи». Одно название уже вызывает улыбку. Похожие грабли есть и ближе к центру Москвы, уже внутри МКАД. К примеру, ЖК «Филиград». Это бывшая промзона. Школы рядом пока нет. Как следствие, готовьте деньги, ищите садик и школу и будете за это платить минимум 65 тысяч рублей. Смена недвижимости дает вам бесплатную школу и бесплатный садик. Ну, думаю, вы поняли. То есть считайте остальные расходы, и если они вас не устраивают, то избавляйтесь от квартиры в этой локации. Следующая идея. Помните мультик о Простоквашино? В одной серии Кот Матроскин бросил своим товарищам реплику. Чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-нибудь ненужное. С этим не поспоришь. Но самое забавное то, что у наших граждан чего-нибудь ненужного много или очень много. А что если продать это ненужное и все деньги бросить на погашение кредита? Если бы я был ипотечником, то это была бы моя любимая стратегия. У меня на канале был ролик под названием «Где взять капитал?». Один из древних таких вот старых роликов. Пересмотрите, его ссылка будет в подсказках и в описании. Если коротко, я там призываю выглянуть в окно и посмотреть на парковку, что там стоит. Затем съездить на электричке, на вашу дачу, если она у вас есть. Затем прогуляться в сторону вашего гаража, если он у вас есть. А затем начать задавать себе вопросы. Нужны ли мне две машины в семье? Нужен ли мне земельный участок в Подмосковье, особенно если там до сих пор нет домика? Нужна ли мне дача с шестью сотками земли, если там даже нельзя огородик вскопать? Если ответ «да, мне все это очень нужно, я без этого никак не могу», тогда не спрашивайте меня, как гасить ипотеку за два года. Если ответ «нет», то вы знаете, что делать. И без ипотечных калькуляторов понятно. Еще одна идея. А что если копить на жилье и арендовать? Есть ли в этом логика и смысл? Да, если вы разобрались в инвестировании. Если вы посмотрели хотя бы половину роликов на моем канале, изучили список книг, которые я даю, то можете действовать именно так. И тогда ипотека как инструмент вам просто не понадобится. А лучше всех эту тему раскрыла Тамара Высоцкая в своем ролике от 29 января 2023 года. Обязательно посмотрите, ссылка будет в описании. Суть в том, что ипотечники редко, считай никогда, учитывают все вводные при попытке сравнивать аренду плюс накопление против той самой ипотеки. Они не учитывают все переплаты, они не учитывают, что бывают периоды, когда недвижимость падает или не растет. И выясняется, что во многих случаях выгоднее инвестировать с целью накопления на свою же квартиру и весь период жить в съемном жилье. Цифры это подтверждают. Здесь оговорюсь. Дисклеймер. Если вы не разобрались в инвестировании, если не прочитали хотя бы там 10-15 книг на эту тему, если не поварились в фондовом рынке хотя бы года три, то не стоит смотреть в эту сторону. Вы обязательно наступите на различные грабли, в первую очередь на грабли, которые подкинет вам собственный же мозг. Небольшой фтоп. Я, например, пошел еще дальше, и спустя годы инвестирования задал в себе еще более радикальный вопрос. Зачем мне вообще квартира, кроме закрытия биологических страхов? Ответа я не нашел, теперь у меня квартиры нет. Ни в коем случае здесь не призываю никого к своим радикальным мерам. Не забивайте себе этим голову. Просто сфокусируйтесь на цели погасить ипотеку досрочно. Есть еще одна тактика – гашение ипотеки. Я ее не очень люблю, а точнее совсем не люблю, но, может быть, кому-то она и подойдет. Вот как рассуждает должник. Он говорит, у меня есть ипотека, а еще у меня есть инвестиции. Это фондовый рынок, депозиты, коммерческая недвижимость, что-то еще там, доля в малых бизнесах и так далее. И вот он говорит следующее. Инвестиции оплачивают мои кредиты, моя доходность выше, чем моя ставка по кредиту. Я занял деньги, допустим, под 10%, а вложил их, допустим, под 20% цифры условной. Откуда взялся этот поведенческий шаблон? Я встречал подобные идеи у продавцов, бизнес-курсов и книг по бизнесу. Но у состоятельных инвесторов и ранних пенсионеров такого и близко нет. У них нет долгов ни в каком виде. Почему? Потому что, когда мы сравниваем нашу доходность и нашу ставку, мы всегда забываем о рисках. Доходность и риск – они неразделимы. А вдруг что-то пойдет не так – это неверный вопрос для оценки рисков. Не вдруг, а когда. Риски обязательно реализуются, это лишь вопрос времени. А дальше будет очень больно. Потери инвестиций, потери имущества, потери близких, потери здоровья, репутации. Я эту картинку видел несколько раз в своей жизни. Ну и напоследок. Не забывайте про банальные, но рабочие тактики. Вот, например, поиграйтесь с калькулятором досрочных погашений. Ссылку я оставлю в описании. Посмотрите, что будет, если вы начнете погашать ипотеку быстрее. Цифры вас приятно удивят. Получите, конечно, налоговый вычет. Если лень разбираться, то заплатите посредникам несколько тысяч рублей, они вам все сделают под ключ. Если у вас есть дети, используйте, конечно, материнский капитал. Если есть возможность рефинансировать кредит, используйте ее тоже. Все это еще больше сократит вашу кредитную нагрузку. Давайте подытожим. У нас есть несколько стратегий. Тактика первая – увеличить платежи банку в два и более раз за счет карьеры, бизнеса, развития личных навыков и так далее. У меня про это есть отдельный плейлист. Не поленитесь, посмотрите там идеи на годы вперед. Тактика вторая – продать какой-то тяжелый пассив. Здесь я использую не бухгалтерский термин «пассив», а пассив по киосаке, когда что-то высасывает деньги из нашего кармана и не дает радости. Например, это дача, ненужный земельный участок, дорогая машина и так далее. Тактика третья – гасить кредит через меновую цену, то есть идти на компромисс с самим собой, со своими близкими. И тактика четвертая – это продать ипотечную квартиру и забыть про ипотеку, как страшный сон. Как видите, с одной стороны чудес не бывает, с другой – сам факт гашения ипотеки за два или три или четыре года – это уже чудо. Это чудо можно сделать управляемым. Какой путь выбрать вам – решать тоже вам. Можно вообще ничего не выбирать и оставить все как есть. Это тоже выбор, тоже решение. Можно поставить себе цель минимумом, например, сократить кредитное время хотя бы на 5 или 7 лет. Можно поставить себе цель постепенно снижать долговую нагрузку. Здесь вы будете радоваться любому промежуточному этапу. Этот процесс очень похож на похудение. И задача максимум – избавиться от кредита как можно быстрее, например, за два года. Я прекрасно понимаю, что сейчас в комментариях будет куча скептиков, людей, которые будут оставлять комментарии с общим смыслом «да», «но» и «три точки». Я им приведу цитату мистера Денежные усы. Это такой ранний пенсионер из США, инвестор. Цитата следующая. Люди скорее заняты спорами, почему чего-то нельзя добиться, чем выяснением, как именно этого достичь. Теперь несколько технических моментов. Я с недавних пор стал выкладывать текстовую расшифровку выпусков. Ссылка будет в описании. Для тех, кому удобно читать в виде текста, пожалуйста, пользуйтесь. Еще напомню правила модерации для тех, кто сейчас будет оставлять комментарии. Комментарии открыты для желающих понять мою точку зрения. Опровержение со ссылкой аргументами, уточнение, диалектика всячески приветствуется. Попытка агрессивно навязывать свою точку зрения – бан. Ругань, оскорбление и переход на личности – бан. Претензии к тонной препирательства – бан. И политика в любом виде – тоже бан. У меня работает модератор. То есть попытки задеть меня просто не достигнут цели. Если зритель напишет фразы в виде «чушь», «бред», «придурок», «дебил», то ни черта не понимаешь, что с этого момента он начнет разговаривать сам с собой. Только и всего. Если уж пишете, что автор ни черта не понимает, то объясните, почему? С аргументами. Поверьте, вам такая форма диалога понравится намного больше. Еще пара деталей. Я буду отвечать первые 24 часа, потому что даже прочтение всех реплик может занимать полдня. Прошу понять и не обижаться. Чаще буду отвечать там, где есть вопросы, а не длинные простынь текста. И чаще буду отвечать на вопросы по теме ролика. Это все, что я хотел сказать на сегодня. Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал. Там контент, которого нет и никогда не будет в ютюбе. Ищите меня по фразе «на пенсию в 35 лет» в телеграме. Либо QR-код на ваших экранах, либо ссылка будет в описании. Обязательно подписывайтесь на мой ютюб-канал, ставьте лайки этому ролику и смотрите другие ролики на моем канале. Сейчас всплывут подсказки. Если вдруг заблокирует ютюб, не переживайте. Я весь архив дублирую в Дзене, Рутюбе и Вконтакте. Ссылки на ваших экранах, ссылки в описании. Подписывайтесь, там в случае чего не потеряемся. Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Фак ю мани». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги на записаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки, 176 рублей. Есть бумажная, электронная и аудиоверсия. И подкаст. Как вы знаете, ютюб с недавних пор заблокировал возможность продления подписки всем пользователям из России. Теперь все вынуждены смотреть видео с включенным экраном. Это неудобно, и для удобства своих подписчиков я заливаю все свои выпуски в формате mp3 на различные подкаст-платформы. Если у вас Apple подкасты, если Google, то Google подкасты, Яндекс.Музыка и другие площадки. У вас есть возможность слушать меня по дороге на работу, в очередях, в пробках, на прогулках, на тренировках и везде, где только можно. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.